Здравствуйте! В эфире программа продвижения и реклама. Ее ведущие Илья Мартынов и Светлана Соловых. Сегодня у нас в гостях директор по маркетингу компании Fujitsu в России и СНГ Ольга Суховская. Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте! Ольга, расскажите о компании Fujitsu, об ее истории. Как давно она существует, чем занимается, что производит? Компания Fujitsu очень интересная компания. Она не такая, как многие международные компании на рынке. Очень разносторонняя, разнообразная. Производит абсолютно для разных индустрий, для разных целевых аудиторий, для разных сегментов рынка продукты. Но это мы говорим про японскую корпорацию, про материнскую компанию. Изначально компания родилась в 1923 году и называлась Fuji Electric. И в 1935 году из нее вышла еще одна компания, она называлась Fuji Telecommunications Equipment Manufacturing. И уже впоследствии эта компания стала называться Fujitsu. Очень плотно наша компания работала всегда с компанией Siemens. В 1978 году, например, началось совместный производство компьютеров с этой компанией. И в 2008 году было образовано совместное предприятие, которое называлось Fujitsu Siemens Computers. Наверняка вы слышали. Ноутбуки, да. Такое название, да. Производились не только ноутбуки, это были ноутбуки, мониторы и компьютеры персональные, различные клиентские устройства, как мы их сейчас называем. Но в 2008 году компания Siemens решила, что все-таки компьютеры это не профильная деятельность. И компания Fujitsu выкупила долю партнера. И все офисы, весь персонал и все производственные мощности перешли в собственность компании Fujitsu. В 2009 году компания Fujitsu в Европе, в Индии, в Африке и Ближнем Востоке стала называться Fujitsu Technology Solutions. И это дочерняя компания, компания Fujitsu. Компания Fujitsu Technology Solutions сейчас насчитывает более 13 тысяч человек во всех этих странах, во всех этих регионах, которые я перечислила. И в России компания существует очень давно. Она существовала сначала как Siemens Mixdorf. Далее в 2009 году, как только она переименовалась в Fujitsu Technology Solutions, она уже тоже, соответственно, была в России и переименовалась. И все эти годы, начиная с 2009 года, компанию руководит Виталий Анатольевич Фридленд. И это один из тех немногих случаев, когда компания руководит уже очень долго один и тот человек, которого хорошо знают на рынке. Богатейшая история, известный лидер во главе. Дальше невольно возникает вопрос, а нужна ли вообще реклама такой компании или уже имя и лидер делают все за вас? Вы знаете, как у маркетинга у меня стояла достаточно сложная задача некоторое время назад, потому что многие нас помнили как Fujitsu, Siemens Computers. И иногда, когда мы приходили и говорили, компания Fujitsu, задавали вопрос, а что это за компания? Вот мы знаем Fujitsu, Siemens Computers. Поэтому сложности, да, есть, потому что всегда перемены названия компании, изменения в портфолио компании, оно требует достаточно плотной работы с рынком, плотной работы с брендом компании. Поэтому работа до сих пор перед нами стоит сложная, но интересная, сложные и интересные задачи перед нами стоят. Так вы присутствуете больше на B2B рынке или на B2C рынке? Расскажите вот об этом. Вы знаете, сейчас стратегия компании, конечно, основно нацелена на B2B рынок. И даже те клиентские устройства, которые мы предлагаем на рынок, это в основном устройства, предназначенные для Enterprise. Корпоративных. Для корпоративных, да. Это те клиентские устройства, которые будут очень хорошо работать для требовательных руководителей, которые очень много путешествуют, у которых высокие требования к безопасности. Существуют специальные решения для информационной безопасности, для защиты данных, которые хранятся на тех персональных устройствах, которые мы предлагаем. Естественно, мы работаем в том числе и на консюмерском рынке, и мы работаем со многими электронными магазинами, и ритейловыми сетями, которые предлагают консюмерам наши продукты. В основном это наши ноутбуки. Но здесь у нас доля рынка невелика, потому что наше оборудование все-таки специфичное. Оно не предназначено, например, для компьютерных игр. Больше все-таки оно для корпоративного пользователя предназначено. И оно уже проектируется таким образом. Все изменения, улучшения, разработки, они производятся с учетом корпоративного пользователя. Правильно я понимаю, что вы в принципе производите продукцию, которая всю IT-инфраструктуру, по сути, компаний, больших, средних, может быть и малых, способна покрыть своим оборудованием? Да, совершенно верно. Если мы переходим к разговору уже о линейках и о продуктах компании, о портфолио, то компания предлагает полный спектр IT-продуктов, IT-решений и услуг для рынка корпоративного, начиная от малых предприятий, средних и заканчивая крупными корпорациями. Среди наших клиентов я могу назвать и небольшие магазины, ритейловые сети, и также среди наших клиентов есть очень крупные банки, нефтегазовые компании и так далее. А вы работаете напрямую или через интеграторов, например, оборудование? Вы знаете, мы практически все время работаем через партнеров, через системных интеграторов, через реселлеров на территории всей России и в странах СНГ. И хотел бы упомянуть в этой связи совсем недавно издание CRN, они проводят рейтинг чемпионоканалов, и несмотря на то, что доля у нас может быть не очень большая, рынка, но мы попали в пятерку топ-вендоров, которых любят и признают партнеры в России. За что? Они очень любят наши серверы, очень любят нашу систему хранения данных и персональные компьютеры. Несколько критериев оценки, самые различные, ну, кстати говоря, в том числе и маркетинговая поддержка партнеров, у Фуджицу оценено высоко. Также там оцениваются и обучение партнеров, и прибыльность продуктов, которые партнеры получают, и множество, множество критериев, по которым оценивается. Что находится в основе вашего портфолио? Можно сказать, что какой-то продукт вашей компании основной, центральный? Или это комплексное, наоборот, решение? Вы знаете, если смотреть на разные страны мира, то здесь совершенно различные предложения являются фокусными для компании Фуджицу. Если мы говорим про Россию и СНГ, это, конечно же, наши продукты и решения для дата-центров компании. Это серверы, это системы хранения данных, это услуги для поддержки работы оборудования, настройка, в том числе, наверное, это самое основное на текущий момент. А почему я вот как, например, CIO какой-нибудь компании выберу Фуджицу Семенс, а не какого-нибудь вашего конкурента? Очень хороший вопрос. У Фуджицу несколько конкурентных преимуществ. Начнем, наверное, с производства. У компании Фуджицу заводы на данный момент существуют только в двух странах. Если мы говорим про серверы, про системы хранения данных, про ноутбуки, про персональные компьютеры, это Германия и Япония. То есть, если вы покупаете оборудование компании Фуджицу, вы можете быть уверены, что это произведено оборудованием в одной из этих двух стран. Соответственно, это высочайшие требования к качеству, это тестирование, это контроль за качеством. И самое важное, это непосредственная близость к разработчикам и к лабораториям, где происходит улучшение этого оборудования, новые исследования, внедрение каких-то изменений. Например, если мы говорим про наш завод в Аугсбурге, там же находится лаборатория, где проводятся все новейшие исследования наших серверных, серверных нашего оборудования. В Японии производятся high-end ноутбуки. То есть, это ноутбуки как раз-таки для корпоративного пользователя, самая наша дорогая линейка. Это первое преимущество. В Китае у нас производств нет, ни в Тайване, ни где-то в Азии. Но, скажем так, наш производство построено таким образом, что позволяет нам с хорошим качеством и с хорошей ценой предлагать продукты. С хорошей ценой. Хотела сказать, что, наверное, при этом сложно удерживать хорошую цену. Стараемся. Стараемся. Есть такая концепция производства 4.0, которую Fujitsu начал внедрять еще вместе с компанией Siemens. Когда на всех этапах производства происходит контроль тех или иных действий, как наиболее оптимально построить этот процесс. И, соответственно, производственный процесс оптимизирован очень хорошо. И он позволяет избежать где-то излишних манипуляций, излишних издержек, простое, ненужного. Поэтому, да. К тому же на заводе в Германии есть возможность кастомизировать те продукты, те решения, которые наши заказчики хотели бы получить. По сути, можно сказать так, да. Но вы можете заказать, например, сервер зеленого цвета с вашим логотипом, куда уже будет залито определенное программное обеспечение и получить уже готовый продукт к себе в офис и работать с удовольствием и радоваться. То же самое касается ноутбуков, персональных компьютеров. То есть, каждая единица техники пишется спецификация и производится под ваши нужды. Очень интересная, уникальная достаточно история. Я не слышал такого. Но, тем не менее, вот как рынок такой достаточно специфический, как вы становитесь заметными? Как вообще, в принципе, я, опять же, возвращаясь как CEO, вспомню, что есть в Fujitsu 7 или какой-то другой бренд? Потому что у меня, когда стоит, например, определенная задача, я могу выбирать по цене, а не по бренду. Ну, понятно, в соотношении цена-качество. Да. Здесь вы затронули очень непростой вопрос. Какие задачи стоят перед маркетингом и как их решать, учитывая ограниченные ресурсы, как человеческие, так и денежные? И здесь маркетинг B2B, за что я его очень люблю, он позволяет с небольшим количеством денег делать очень интересные вещи и доносить информацию до наших потребителей. Но, прежде всего, конечно же, мы анализируем, а кто есть наш потребитель? Кто те CIO, кому было бы интересно рассмотреть наше предложение? Далее мы смотрим, где эти CIO получают информацию? Куда они ходят? Что они читают? Где они встречаются? И здесь, конечно же, директор по маркетингу должен быть очень близок к клиенту, уже к существующему. Например, мы идем на какой-то семинар, я общаюсь с директором по IT и спрашиваю, куда вы ходите, а что вы читаете, а что вы делаете? И здесь ты понимаешь, что настолько разные наши люди, настолько разные наши потребители, что нужно быть везде и использовать самые различные каналы коммуникаций. Вот когда директор по маркетингу говорит фразу, что он может творить волшебство с небольшим бюджетом, мне кажется, для генерального директора и для владельца бизнеса это прям вот золотые слова, с одной стороны. С другой стороны, а возможно ли это? Ведь мы прекрасно знаем, что, собственно, маркетинговый бюджет, они не маленькие, в вашей отрасли особенно. И мы этот вопрос обязательно во второй части программы проанализируем, а сейчас мы вынуждены прерываться ненадолго, буквально на несколько минут, оставайтесь с нами. Субтитры делал DimaTorzok Еще раз здравствуйте, в эфире программа «Продвижение рекламы», ее ведущие Илья Мартынов и Светлана Соловых. Я напомню, что сегодня у нас в гостях директор по маркетингу компании Fujitsu в России и СНГ Ольга Суховская. Здравствуйте, Ольга, еще раз. Здравствуйте, еще раз. Ольга, мы в первой части программы начали такую тему, как, имея не самые большие маркетинги, может быть, бюджеты добиваться своих целей. Расскажите о опыте, собственно, собственном и что работает лучше, что хуже. Очень интересный вопрос. Здесь, конечно, мы стараемся с нашим отделом, с нашей командой, которая является моей опорой и источником вдохновения новых идей, следить за рынком и смотреть, а что является успешными инструментами на рынке, а что является менее успешными инструментами. И, как ни парадоксально, но достаточно дорогостоящие инструменты, они приносят меньше иногда результатов, чем бесплатные инструменты, либо малобюджетные инструменты. На собственном опыте проверили. На собственном опыте мы это тоже проверили, да. Один из наиболее эффективных инструментов – это история успеха, когда клиенты, уважаемые компании на рынке, рассказывают о том, что они с нами сотрудничают, и что они этим сотрудничеством довольны. И всегда сложно начать этот процесс, если пока вы начинаете с нуля. Но после того, когда уже готовы у вас несколько историй успеха, другие клиенты, они с удовольствием уже рассказывают о том, как они с вашей компанией работают. И это говорит само за себя, когда вы ваш клиент, и вы рассказываете об успешном сотрудничестве и чем компания Fujitsu смогла помочь другую уважаемую компанию на рынке. Это один из наших самых любимых инструментов. И наши менеджеры по продажам, они видят результаты, и они уже сами к нам приходят и говорят, Оль, давайте напишем, какой проект классный сделали, давайте напишем. Лояльность ваша. Лояльность, да. То есть для этого бюджет действительно практически не нужен, да? Для этого нужна просто качественная, серьезная работа. Работа. Здесь просто нужны хорошие, интересные проекты, хорошие взаимоотношения с заказчиками. А маркетинг должен подхватить уже результат этих хороших взаимоотношений и положить это на бумагу, в слова. Еще один инструмент, который достаточно неплохо работает, и здесь мы уже говорим про лидогенерацию. В первом примере мы говорили больше про бренд, про лояльность. А если мы говорим про лидогенерацию, то вебинары очень я люблю. Откуда вы набираете людей для вебинаров? Каким образом вы зовете людей? Вы знаете, у нас достаточно все наши активности, все наши компании, они взаимосвязаны. И те несколько проектов, которые мы ведем параллельно, в том числе в соцсетях, в том числе наверняка знаете, хабра-хабр, известный. Модный спрос. Да, известный такой ресурс. Кстати говоря, очень мы его любим. Если мы планируем какой-то вебинар проводить, то мы просто во всех наших ресурсах анонсируем и получаем достаточно небольшой приток людей. И после этого мероприятия, большой, очень большой приток людей, да, и после этого мероприятия, которое не стоит ничего, мы получаем заинтересованных потенциальных заказчиков, которые сами звонят, сами пишут и интересуются, просят уже посчитать какие-то спецификации, просят сами встречу организовать с нашим менеджером по продажам. И мы видим обратную связь, видим отклик и видим, что действительно эффективное, получилась эффективная коммуникация. Регионы, наверное, подключаются очень активно, да, к этой системе? Это очень хороший инструмент для работы с удаленными регионами. Страна у нас большая, мы не везде можем физически доехать. Ну и просто это дорого. Это просто и дорого, и просто нет возможности иногда, да. Да, и даже страны СНГ, с которыми мы плотно работаем, удаленные от нас, куда тоже долететь бывает сложно, подключаются, слушаются, задают вопросы, у нас есть возможность организовать обратную связь во время вебинара. Мы приглашаем наших партнеров технологических, с кем мы сотрудничаем достаточно плотно и давно, и успешно. Поэтому это тот инструмент, который на самом деле недооценен. И когда я смотрю на рынок, смотрю, как строят свои коммуникации с клиентами наши конкуренты и наши партнеры, кто-то уже этим инструментом пользуется, а кто-то до сих пор еще пока проходит мимо и не пользуется этой возможностью. Про СНГ мы с вами заговорили, вот тоже несколько слов хочется понять, насколько вы там активны, насколько там востребованы ваши услуги. Да, знаете, страны СНГ очень любят Фуджицу. Доля рынка Фуджицу, например, в Казахстане, она очень высока, и доля дохода Фуджицу в России, в странах СНГ, большая часть приходится как раз-таки и на Казахстан, на Узбекистан и на другие страны СНГ. Такая любовь связана с меньшей активностью конкурентов или с большей активностью брендов? То и другое. Очень хорошая у нас команда в СНГ, которая выстраивает отношения с партнерами, с заказчиками, хорошо известные на рынке. Это и работа с локальными сообществами, с IT-сообществами, и это даже работа на уровне посольств, консульств, которые работают и с локальными компаниями. Как ни странно, для иностранных компаний работа, например, с японским посольством, с германским консульством, это один из инструментов продвижения, который также недооценивается. Интересный инструмент. То есть на уровне, это как вот в России есть торгово-промышленная палата, что-то такое, там встречаются в основном крупные бизнесы и государства. Да, это получается некое сообщество, некое бизнес-сообщество, которых объединяет интерес к определенному региону, к стране, вот в данном случае это Япония и Германия. Опять же, почему Япония и Германия? Потому что мы компания японская, но у нас есть завод в Германии, поэтому мы олицетворяем две страны. Но в странах СНГ, надо отметить, там действуют совсем другие маркетинговые инструменты. Как раз-таки в этих странах обязательно нужно проводить мероприятия, обязательно нужно встречаться, особенно на Востоке. Особенно на Востоке здесь нужно проявить уважение, здесь нужно обязательно пожать руку партнеру, клиенту, увидеться, обсудить все вопросы. Вы сказали о том, что в странах СНГ у вас какие-то особенные сотрудники, но мы-то с Ильей знаем, что сотрудники компании Fujitsu это в принципе вообще отдельная гордость, отдельная история, отдельная тема. Да, вы знаете, сотрудники компании Fujitsu это уникальные люди, очень многие из них работают по многу лет в компании Fujitsu, еще со времен Siemens Nixdorf, со времен Fujitsu Siemens Computers, что уж там далеко ходить. Даже в моем отделе есть люди, которые работают по 9 и по 8 лет, которые знают хорошо и рынок, и рынок знает их. Уникальная, конечно, атмосфера внутри компании, семейная, можно сказать. Очень внимательное отношение к клиентам и к партнерам. Опять же, почему, наверное, выбрали нашу компанию как чемпион канала, это за особое отношение к партнерам. Партнеры, можно сказать, как часть тоже нашей компании воспринимаем. Как часть продвижения. Как часть продвижения, да. На самом деле партнеры очень много продвигают компанию Fujitsu. Опять же, из-за контакта, то есть из-за отношений. Из-за отношений. То есть бизнеса меньше здесь или как? Нет, я бы не сказала. Естественно, только из-за отношений продвигать компании не будут. Будут продвигать компании, где есть и бизнес, и интерес со стороны получения прибыли, и также где есть человеческие отношения. Но, скажем так, если взять нас и конкурентов, возможно, бизнеса будет в том и в другом случае одинаково, но человеческие отношения немножечко… В приоритете, наверное, да? Может быть, да. В приоритете и партнер больше будут рассказывать про нас, продвигать среди своих клиентов. Интересно, Ольга, это так сложилось исторически или это какая-то особая миссия вашей компании? Может быть, руководство канала активно пропагандирует эту историю? Вы знаете, ну, конечно, я считаю, все идет это от руководства, потому что руководство выбирает средний менеджмент. Средний менеджмент уже подбирает себе в команду людей. И, собственно, какой средний менеджмент у нас подобрался хороший, да, кого наш генеральный директор выбрал в свою команду. И дальше уже средний менеджмент тоже подбирает. Если у нас есть кандидаты, два профессиональных человека с большим опытом, естественно, мы выберем того, кто вольется в коллектив, кто сможет поддержать эту атмосферу и принести что-то хорошее, доброе, светлое и новое, интересное. Хорошо, вы посещаете определенные мероприятия, какие-то отраслевые, собственно, собрания, да, встречаются большие форумы. Но все-таки, каким образом вы работаете с массовым потребителем, каким образом вы доносите свой бренд до массового потребителя, чуть, ну, хабра-хабра вы рассказали. Скажите поподробнее о других способах. Ну, смотрите, если мы говорим про IT-директоров, есть известные площадки электронные, куда они ходят, интернет-площадки, да, это и порталы, не буду называть, ну, хотя могу назвать. Есть Global CIO, например, такая площадка есть, издания электронные, которые посвящены именно IT-тематике. Мы стараемся присутствовать на большинстве из них и рассказывать о себе, о бренде, о наших продуктах, знакомить с нашими экспертами. Это статьи какие-то или какой-то формат? Вы знаете, достаточно интересный формат, который мы для себя нашли, он работает, это формат общения с экспертом. Когда мы объявляем, что вот сейчас вы можете задать вопрос нашему эксперту по системе хранения данных. И IT-директора приходят, они задают вопрос, получают ответы. Получают как на свой электронный адрес, если они его оставили, так и на сайте они могут прочитать, если они предпочли его не оставить. Ну, то есть это вроде как безотносительно к бренду сначала, а потом, или все-таки официально? Нет, это официально Fujitsu, да. Это эксперт компании Fujitsu, который отвечает за определенные направления, он отвечает на самые различные вопросы. Вопросы бывают самые разнообразные, но это помогает выстроить некий диалог, потому что мы рассказываем о том, что действительно интересно и что волнует этих директоров. Они просто, мы занимаемся рекламой нашей продукции, не имея представления о том, а что же действительно волнует, а что нужно. Тем самым вы, опять же, через коммуникацию персональную вовлекаете человека. То есть у вас все инструменты, по большому счету, приводят к тому, что обязательно через короткий шаг вы начнете с человеком плотно общаться. Да, да. Это обязательный такой шаг. В промежуточных никаких нет таких шагов, которые просто вот рассказали, затизили, и человек без общения куда-то сам пришел. Ну, смотрите, если уж совсем к классике маркетинга переходить, естественно, у нас есть часть мероприятий, часть активности нацелены на создание бренда, да, на, скажем так, на увеличение узнаваемости бренда. У нас работает пиар-команда. Мы точно так же работаем с новостями, с комментариями, чтобы люди читали, просто узнавали, и здесь какой-то обратной связи не требуется. Очень интересная информация и очень интересный подход, потому что такой вот домашний и, по сути, вовлекающий, да, в бренд непосредственно. Спасибо большое за эту интересную беседу. Вот, в эфире была программа продвижения рекламы и ведущие Илья Мартынов и Светлана Соловых. Сегодня у нас в гостях была Ольга Суховская, компания Fuji-Cunu, а мы не прощаемся, говорим вам. До скорой встречи, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok